Приветствую вас. Первое, чего мне хотелось начать, отключается в том, что классическая психоаналитическая теория гласит, что если человек чего-то очень сильно отказывается, чего-то очень сильно отстраняется, то, скорее всего, он этого хочет. В глубине души, скорее всего, он этого хочет. Просто эти желания подавлены, эти желания нереализованы, и они влияют на человека. Соответственно, ваш мужчина на протяжении всей вашей совместной жизни отказывался принимать определенные элементы мира, окружающего мира. И, как вы увидели, то, что он отказывался принимать, в итоге оказалось тем, к чему он стремится. Те, чего он хочет, наверное, в глубине души. Но, если так подумать и представить, то в этом случае получается, что все то, чего мужчина достиг, все то, что мужчина делал, это не его личные желания, это те цели, установки, которые навязаны ему обществом. Это не его собственные идеи, не его собственные желания. То есть, вообще-то говоря, ваш мужчина очень несчастный человек. Может быть, даже сам этого не остановит. Кстати говоря, его нежелание идти к психологу действует по тому же принципу, что и его отрицание. Это то же самое, что и его нежелание принимать определенные элементы жизни. То есть, втайне он этого хочет, он понимает, наверное, что у него проблемы, но считает постыдным. Считает, что ему нельзя стать, что он выше этого, выше того, чтобы его обратиться за помощью. И в этом ключе, я думаю, вы могли бы его подтолкнуть к тому, чтобы он сходил к психологу или хотя бы на нашем ресурсе поработал со специалистом. Вы можете для достижения этого сказать ему, что разводитесь с ним, и он нас может потерять. И в этом случае, если человек просто увлекся, зарылся, заигрался, он опомнится и начнет хотя бы работу. А начав работу, если моя точка зрения верна, он поймет, что ничего плохого в этом нет, ничего постыдного в этом тоже нет. Напротив, нормально искать самого себя, напротив, нормально переформировать свои желания, переформировать свои приоритеты. И для этого подходит любой возраст, в том числе и его. То есть, с точки зрения психоаналитики, с точки зрения психоанализа, то есть, купить, что это классический случай. Мужчина, наверное, на самом деле мотивация для того, чтобы все-таки начать путь к осознанию самого себя. Но вот к чему этот путь приведет? Что мужчина увидит в его конце, например, в конце пути? И будет ли это тем, чего вы хотели бы? Вот ответ на этот вопрос, так однозначно отдавать я бы не стал. То есть, вам нужно сперва для себя определить, вот вы хотите, чтобы он пошел к психологу. Хорошо. Для чего вы хотите, чтобы он пошел к психологу? Чтобы принял себя, каким бы ни был, или чтобы больше внимания даже обращать на вас? Первое, дать мы ему можем. Второго, нет. Только если у него есть желание подспудное, подавленное, да, мы можем его найти и мы можем помочь ему его реализовать. Но это следствие осознания самого себя. Если вы для второго варианта хотите, чтобы он пошел к психологу, то я бы на очереди оставил все как есть. Потому что в процессе работы еще неизвестно, к какому результату человек придет, кем он себя увидит? И захочет ли этот новый человек быть с вами? А вот если вы собираетесь разводиться, и если то, что вы описали, не единственная причина, по которой вы хотите развестись, то вам как минимум стоит это сделать. просто потому, что ваши интересы, они не защищаются, они не удовлетворяются, они не продвигаются, они не поддерживаются вашим мужчиной. Такие отношения скорее вредны и вредны, чем нужны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Дうreнин, если бы вас они начн têm положение и забbadились Conservателла, вес 29-30 гитра. Ну да, vigor. Так 15 минут. Чª. А пока 2019 была 수 700-300 мая тогда. Тrial в режиме. ствую.